Приветствую вас, дорогие зрители. Вот и закончился CitizenCon 2023. Сказать, что мы все в приятном оцепенении ничего не сказать. Если предыдущие два CitizenCon отличались меткой как худший из всех, то этот, пожалуй, был лучше. Сегодня поговорим о том, что мы увидели, услышали и узнали от разработчиков и какую работу они проделали. А сделали они невероятно много. Те, кто наблюдал за прямым эфиром с этого события, увидели не только общий прогресс по игре Star Citizen, но и стали свидетелем исторического события игровой индустрии. Да, немногие даже ждущие выхода этой игры осознают значимость определенных новостей, которые в прямом смысле слова повлияют на всю игровую индустрию. Сегодня я постараюсь вас приблизить к этому осознанию, поведав более детально о каждой важной новости. Напомню, что поддержать канал вы можете на Бусте и Патреоне, там я публикую анонсы будущих видео и иногда провожу различные голосования, влияющие на канал. Как всегда, с вас лайк, комментарий под видео и подписка, если еще не подписались. И приятного просмотра! Итак, в начале первого дня, после речи Криса Робертса, нам показали демонстрационный ролик, в котором были перечислены уже реализованные задачи, которые подходят к своему завершению, и те, которые появятся в скором времени. На что стоит обратить внимание в первую очередь в этом ролике? Одно из важных нововведений, которое нас ожидает, это добавление фауны на обитаемые небесные тела. Нам показали небольшое стадо животных на Майкротеке, а также чуть позднее продемонстрировали летающих китов на планете Кроссейда. Это довольно важный геймплейный нюанс, который на первый взгляд может показаться мелочью, но это не так. Объясню подробнее, почему это важно. Дело в том, что CIG очень любит аккуратно намекать на некие анонсы технологий и нововведения, не говоря о них буквально. Добавление фауны означает, что в скором времени мы увидим множество обитателей других небесных тел, и в частности тех, кто может угрожать игроку. Если разработчики готовят введение фауны в игру, это означает, что в обозримом будущем появятся не только безобидные коровы или киты, но и что-то посерьезнее. Как бы не появились какие-нибудь твари, наподобие чужих, которые можно будет случайно подцепить себе на лицо, приземлившись на какую-нибудь планету. То есть впредь нельзя будет просто пройтись по планете и насобирать в пещере ресурсов, ну или на аванпосте чувствовать себя уж совсем в безопасности. В любой момент на игрока может наброситься нечто, что очень любит кушать людей. И как я уже упоминал ранее, уверен, что в будущем будет добавлена возможность этих существ проникать на наши корабли. Тем более, что об этом говорилось в прошлых инсайдах несколько лет назад. Отсюда вытекает тот факт, что быть вооруженным приобретает новый смысл. Угрозой при таком геймплее может стать не только NPC или игрок, но и окружающая среда. Помимо этого, исходя из общей концепции подхода к разработке, CIG делают сразу задел на будущее. Это вы увидите далее, когда мы будем говорить о интерфейсе, где одна технология может быть применена к нескольким аспектам геймплея. Долгожданное событие в виде обновления игрового интерфейса и, в частности, визоров шлемов. Разработчики и раньше упоминали, что каждый шлем в игре будет иметь свои собственные хат-интерфейсы согласно производителю и назначению. В этот раз они нам все это продемонстрировали, однако не показали вариативность этих интерфейсов. Тут важно отметить, что эта технология, которая основана на блоках, уже готова и полностью работоспособна. Следовательно, разработчикам не составит труда в дальнейшем наклепать новые шмотки с уникальным визуальным интерфейсом внутри каждого шлема. Лично я вижу это так, что для каждой отрасли будет свой набор инструментария и информации на визоре шлема для игрока. Для манерской одежды свои обозначения и стиль для сальважа свои, для военных свои, гражданские свои и так далее. По итогу новый интерфейс выглядит отлично. Кроме того, он способен взаимодействовать с самим кораблем. Правда, как сказали разработчики, не все фирмы шлемов поддерживают такую функцию. Это в ту же копилку о более структурном разделении на категории и назначение одежды. Шлема для пилотов, судя по всему, будут иметь меньшую защиту, но лучше визуальный обзор и специализированный хат-интерфейс, способный проецировать данные корабля на визор шлема. И тут мы подходим плавно к следующему пункту. Был показан обновленный интерфейс самого корабля на примере Гладиуса. Как сказали разработчики, этот интерфейс будет уникален для каждого производителя и отличаться в зависимости от назначения корабля. Будь то истребитель, дальнобой, исследователь, майнер и так далее. Что можно сказать в этом случае? Потрясающая работа. Интерфейс выглядит отлично. Несмотря на его компактность и сдержанность, читается довольно неплохо. Также, я уже упоминал ранее, будет возможность проецировать дополнительные данные на визоры некоторых шлемов, что нам и показали в демонстрации. Многофункциональный дисплей теперь еще более информативный и легко читаемый. Выглядит классно, однозначно это круто, но не лучшее, что было на выставке. Едем дальше. Еще одно долгожданное обновление игрового интерфейса, включающее уникальную технологию оттиска карт в реальном времени. Простым языком, теперь карта в Star Citizen это не запеченный мэш или готовая заранее местность в этом формате, а полноценная визуализация, созданная на основе текущей местности в реальном времени. То есть то, что происходит на локации в данный момент, то и видит игрок на своей карте. Если в каком-то месте открывается дверь или падает ящик, игрок это увидит непосредственно на карте. Это же касается и кораблей. Любой корабль другого игрока, подлетающего к вам, будет в реальном времени отображаться на карте. Эту технологию оттиска использует геймплей, связанный с инженерным делом. Как я и говорил в начале видео, такой метод разработки технологии в перспективе означает, что все, созданное одним отделом разработчиков, будет использоваться другими отделами для создания своего геймплея и механик. А значит и разработка игры пойдет все быстрее и легче. На мой взгляд, это довольно важная технология вкупе с тем, что обновление как самой карты, так и всего интерфейса было очень нужно текущей игре. Помимо самой карты, нам показали новый моби-глаз военного типа, и он был разработан специально для одиночной компании Squadron 42. Давайте поясню этот момент. В Squadron 42 мы будем играть за военного, в то время как в Star Citizen мы играем за гражданское лицо. Как и было заявлено самими разработчиками, моби-глаз военного будет отличаться от гражданского, рядом дополнительных вкладок и некоторым функционалом. Это я к тому, что по субъективным предположениям, в будущем разработчики добавят и другие типы моби-глаза. Для инженеров, майнеров, сальважеров, медиков и так далее. В том числе, уверен, можно будет приобрести и военную версию, но я бы сделал это только для тех, кто либо прошел кампанию на каком-то уровне сложности, либо уже в постоянной вселенной сделать какие-то цепочки заданий для достижения определенного статуса того же военного. Хочу сделать важное замечание для некоторых зрителей по поводу новой карты, показанной на CitizenCon. Такой технологии на данный момент в играх еще нигде нет. Сегодня карты в игровой индустрии создаются отдельно и служат лишь как имитация отрисовки окружающей среды, либо полностью статичны. Вспомним 3D-карту в Doom Eternal, например. Да, она 3D, но на ней не видно деталей уровня, не видно дверей и противников. Поэтому пусть вас не смущает то, какой она имеет вид, это не имеет никакого значения. Будь она нарисована на листе бумаги, как в играх типа Metro, или голографическое 3D, как в Doom Eternal. Да хоть она трижды, 3D это не важно. Важна сама технология, которая используется для отображения местности. Star Citizen разработчики сделали карту, если можно так выразиться, полноценным зеркалом окружающего пространства. И почему это так важно? Поясню. Когда в игре будет уже несколько десятков новых систем со своими планетами, спутниками, станциями, точками Лаграндже, полевых облаков и чертова знает что еще, то просто представьте, сколько усилий пришлось бы затратить разработчикам, чтобы вручную нарисовать под каждый уголок в игре карт. Физически это маловыполнимая задача. Поэтому требовалось сделать так, чтобы карта создавалась автоматически, согласно определенным алгоритмам, ссылающихся на действующую окружающую среду. Таким образом, разработчики сняли со своих плеч задачу создания карты вручную, для всего окружения в игре. И это невероятно круто. В этом же разделе нам показали и рассказали, что некоторые карты необходимо будет загружать в свой моби глаз. Кроме того, сделать это можно будет разными способами, но об этом чуть далее. Еще один очень важный, хоть и небольшой нюанс, это метки. Теперь на такой карте можно будет оставлять свои метки с подписями, заметками и все в этом духе. И все эти данные можно будет продавать другим игрокам, а это означает новые вытекающие геймплеи. При демонстрации технологии карт мы могли заметить косвенно пересекающийся геймплей, связанный с перевозкой и продажей данных. Да, теперь долгожданные корабли, такие как Геральт и MSR наконец получат свой геймплей, для которого те создавались. Ура! Как я уже упоминал ранее, карту надо будет загружать в свой моби глаз. Во всяком случае, в той местности, где это возможно, и в том случае, если вам это необходимо для выполнения поставленной задачи. Ее можно будет скачать с терминалов, как показано было на выставке, а также найти в другом формате, типа носителей данных или других источников. Но карту при этом можно будет также открывать и вручную. Это нужно для различных малоизвестных мест, по типу каких-нибудь пещер или заброшенных баз. Как это все происходит? При прохождении местности и сканировании ее вокруг локальным сканером на вашем костюме происходит такой же оттиск местности в определенном диапазоне, после чего эти данные карты записываются на ваш моби глаз. Все данные, которые вы записали в свой моби глаз в виде карты, меток, а также маршрутов, можно будет продавать другим игрокам. Некоторые могли обратить внимание на еще один, вытекающий из этого геймплей. Как я упоминал в самом начале, разработчики очень любят аккуратно намекать на анонсы, не говоря о чем-либо буквально. Да, да и еще раз да. Да здравствует карак. Об этом разработчики не говорили открыто, но в пользу геймплея исследований есть сразу несколько свидетельствующих фактов. Первый факт вы могли заметить из предыдущей новости. Персональное сканирование и открытие карт с последующей записью данных. Прилетая в какую-либо систему и открывая какие-либо территории, вы будете сканировать местность на предмет ресурсов важной флоры и фауны, а также других аспектах в этой области. Таким образом, при открытии какого-либо источника ресурсов, можно их пометить, подписать и ввести на продажу. Второй факт в пользу геймплея исследования — это анонс корабля от Drake под названием скаут и новый тип корабельного сканирования. Разработчики сообщили нам, что в скором времени, помимо текущего типа сканирования в виде так называемого пинга, будет еще и расширенный тип, который способен показывать более детальную информацию окружающей среды. Все это было сказано на фоне нового корабля от Drake. Разработчики пояснили, что при более детальном сканировании корабль сможет прокладывать себе маршрут самостоятельно, без прыжковых точек, а в дальнейшем сможет их и создавать. Все также записываете данные на портовой компьютер. Вот для чего нужны очень емкие сервера на караке. Судя по всему, в будущем нам предстоит выбирать, какие данные записывать в отсканированной области, а какими пожертвовать. И чем больше возможностей у корабля по сбору этих данных, как тот же карак, тем больше мы сможем их уместить на компьютере корабля и впоследствии продать. А чем больше данных, тем и ценнее они будут. И отсюда вытекает еще один геймплей, который заметили далеко не многие. Но когда я вам свяжу все воедино, вы все поймете. Уже несколько раз я упомянул, что данные, которые вы будете собирать, можно будет продавать. В данных реалиях я сомневаюсь, что NPC будут исследовать космос и прилетать на отмеченные нами точки, где мы нашли какие-либо ресурсы. Поэтому это может означать лишь одно — торговать данными мы будем между другими игроками. Но вот незадача. Рынка сбыта еще нет. Конечно, разработчикам ничего не стоит добавить несколько терминалов для этой цели в нескольких точках, такие как города или какие-нибудь базы. А торговля между игроками была упомянута в самом конце второго дня, но лишь скользь. Однако главным, как я считаю, свидетельством этого геймплея выступает, как некоторые догадались, корабль. Как сказал Крис, все, что вы увидите за эти два дня CitizenCon будет введено в игру в течение года. В связи с этим мы увидели несколько кораблей, ждущие своей реализации. Не все нам удалось идентифицировать, но я расскажу о тех, что нам известны. Торговый корабль от инопланетной компании Бану, модель Мерчапан или просто БММ. Это, пожалуй, самый ожидаемый корабль этой выставки. Он представляет собой некий летающий базар, где игроки смогут торговать между собой. И это, к слову, как раз тот самый аукцион, о котором спрашивали игроки и ждали, когда же его внедрят в игру. Без внедрения этой механики БММ выпускать будет не очень рентабельно. Как по мне, именно с появлением этого корабля и появится возможность торговли между реальными игроками. Следуя из кадров на выставке, можно сделать вывод, что БММ сейчас в довольно сыром виде. Хотя и прогресс по сравнению с предыдущими демонстрациями есть. Видно, что работы предстоит еще много, но процесс идет и, по личным ощущениям, в игре появится ближе к концу лет следующего года. Хотя, исходя из одной инсайдерской новости, скорее всего и того раньше. Позже скажу, что это за новость. Возвращаясь к кораблю, можно сказать, что по внешнему виду он полностью готов. Осталась лишь внутренняя отделка. Видно, что какие-то части готовы больше, какие-то меньше, но все же это уже не вайтбокс. Второй также долгожданный многими корабль, который, кстати, стал приятной неожиданностью на выставке. Polaris — это корабль от компании RSI, имеющий модульный тип и предназначенный для аннигиляции крупных судов противника. По оснащению на его борту находятся 7 торпед 10-го размера и 16 ракет 3-го размера. Плюс ангар для истребителя. По общему посылу понятно, что это будет очень опасное судно, имеющее очень сильное вооружение. На выставке нам показали, как он четырьмя торпедами 10-го размера уничтожил целый Идрис. Исходя из демонстрационного ролика, видно, что Polaris находится сейчас на стадии вайтбокса. Следовательно, он чуть дальше от завершения, чем предыдущий БММ. Лично я очень жду этот корабль, ибо его родословная и разработка весьма интересна, а огневая мощь несоизмерима его размеру. Помимо двух предыдущих судов, нам показали те, что мы увидим в течение года. Кроме того, разработчики обмолвились, что теперь производство падет быстрее из-за неких переработанных принципов, создания кораблей. Они достигли определенного согласия в вопросе назначения всех производителей кораблей и какая компания на чем больше специализируется. Итак, другие корабли. Что нам показали? В первую очередь, это реталлятор. И нет, это не реталлятор-бомбер, ибо бомбер как раз таки и есть тот реталлятор, что сейчас нам доступен в игре. А это анонс так называемого реталлятора база, то есть модульного. И так как сам корабль у них на 95% готов, за исключением модулей к нему, это означает также скрытый анонс и скорый выход системы модульности кораблей. Поздравляю вас, господа! Вангварды, Карак и многие другие обретут новые функциональности и расширят свои возможности. Еще один огромный шаг вперед. Если еще есть сомнения в том, что модульности кораблей быть, то я добавлю вам факт. Как вам, например, Аргамп Юви, без пассажирского или грузового модуля. Так что да, в скором времени и модульность кораблей станет реальностью. Те, кто так долго ждал, что у Карака появятся те самые два известных модуля или у Вангвардер все их 16 модулей, известных на сегодня, сообщаю вам, что ждать осталось не так долго. Если вам все еще недостаточно доказательств, я подсыплю еще. Причем прямым текстом, сказанным самими разработчиками. Но чуть позже. Запомните этот момент, а пока пойдем дальше. Помимо того, что механизация корабля в виде элеронов, закрылок, интерцепторов и рулей направления теперь работают, появится долгожданная технология так называемой сложной аэродинамики. Как это будет работать? Если у корабля есть крылья или нечто похожее на это, он будет полагаться на них при поддержании высоты на скорости. Если корабль остановится, то автоматически включится подкормовые двигатели, удерживающие его в этом положении. Однако, как сказали разработчики, такое положение нельзя будет удерживать слишком долго. Предположительно, в таком состоянии малые маневровые двигатели, под судном удерживающие его на весу, в атмосфере будут перегреваться. Нам также показали, как при повороте влево корабль был подхвачен ветром и быстро набрал скорость, хотя по шкале мощности тяги двигателя видно, что пилот газ не давал. То есть ко всему этому добавляются погодные условия. Судя по всему, в будущем отломать себе крылья или стойки шасси в плотной атмосфере, если не снизить скорость, будет очень просто. И это еще одна потрясающая новость. Очень многие игроки ждали эту технологию, и вот она в действии. У нас также возник вопрос, а как быть тем кораблям, у которых нет крыльев и нет аэродинамических элементов, способные поддержать их в атмосфере, летая на скорости? Так вот вам ответ. Именно для этих кораблей и нужны нынче невостребованные двигатели системы FTO. Это либо дополнительные, более мощные двигатели, предназначенные для удержания корабля в атмосфере, либо это тип поворотных маршевых двигателей, переходящих в вертикальный режим или режим FTO, если говорить на языке Star Citizen. Такие двигатели будут перегреваться значительно дольше, позволяя кораблям либо работать в атмосфере небесных тел, либо совершать полеты по маршрутам при возможности посадки и взлета. И между прочим, если мы обратим внимание, то двигателями системы FTO оборудованы как раз те корабли, у которых аэродинамические элементы не подразумевают полеты в атмосфере. Это корабли, такие как Карак, Мол, Рафт, Валькирия, Дефендер, Катлас, Праулер, вся серия кораблей Констеллейшн и Аврора и многие другие. Все эти корабли, грубо говоря, не имеют крыльев, которые позволили бы им летать в атмосфере не благодаря двигателям, а благодаря законам аэродинамики. Все они имеют двигатели системы FTO. Но есть и промежуточные варианты, например, корабли серии Геркулес Старлифты. У них вроде как и есть аэродинамические элементы, но без двигателей системы FTO им будет крайне тяжело пребывать в атмосфере. И это обусловлено тем, что, во-первых, они перевозят тяжелые грузы, и, во-вторых, то, что их аэродинамическая история не совсем, так сказать, идеальна. В общем, как оказалось, все у разработчиков продумано. Идем дальше. В самом начале раздела демонстрации интерфейса нам также показали обновленный квантовый прожок и новый принцип выхода в него. Сейчас мы просто проводим подготовку в виде разгрева квантового двигателя и спулинга, а после чего отправляем корабль в добрый путь квантового прыжка. А сами идем по своим делам. В дальнейшем это все претерпит изменения. Помимо нового визуала самого квантового режима полета, теперь нам, как пилоту, придется удерживать корабль какое-то время в этом квантовом пузыре, до тех пор, пока тот не будет сформирован. И только после этого можно будет идти варить кофе. В противном случае корабль выпадет из квантового пузыря и придется начинать все заново. Как сказал нам разработчик, сложность и длительность этого процесса калибровки квантового прыжка будет отличаться в зависимости от типа квантового двигателя и его класса. Если это военный двигатель класса A, то удерживать его будет легче, чем двигатель той же компании и типа, но классом ниже. Что-то типа того. Примечательно, что мой коллега также заметил важный аспект этого всего действия. При перехвате вашего корабля из квантов, скорее всего, будет возможность избежать этого самого перехвата, удержав корабль в квантовом пузыре таким же образом, как и при разгоне. Очень круто, как по мне. Едем дальше. Технология разрушения объектов была продемонстрирована в первый день CitizenCon. От этого у многих, включая меня, отвисла челюсть. Вот чего мы не ожидали, так это разрушение. Нет, вы вообще представляете, что творят разработчики? Давайте я поясню. Уверен, многие мои зрители — это геймеры с многолетним стажем. Я из тех же. И мы с вами за все время геймерской жизни видели множество игр, в которых было всякое. И разрушение в самом первом Red Faction, и кастомизацию оружия в Таркове, и невероятно реалистичные схватки в складе или армии, и танки, самолеты, гонки — все это мы проходили. Так вот сейчас мы вступаем с вами вместе из компании Sage в эру, где все эти иры будут меркнуть на фоне Star Citizen. Разрушение объектов и кораблей, основанной на реальных моделях физических законов. Давайте же посмотрим подробнее на это. Помимо разрушения какой-то базы на планете, нам также показали столкновение двух кораблей между собой. Некоторые люди писали на это, что, мол, как-то слишком сильно они разлетелись. Но если присмотреться, они врезались друг в друга лишь крыльями и потеряли только часть своих крыльев, где те, в свою очередь, уже разлетелись на мелкие детали. Чуть далее в демонстрации нам показали разрушение бетонных заграждений. Разрушение объектов зависит от того, куда приходит удар или взаимодействие. Так было сказано на примере крана, что если корабль влетит в стрелу ближе к ее концу, то основная конструкция пострадает меньше, и корабль, судя по всему, снесет только стрелу, а если ближе к основанию, то разрушится и сам кран. На фоне этого были действительно интересные вопросы, и у меня в том числе, по типу, а как это будет реализовано? Условно говоря, прилетел человек, разрушил поселение под ноль, скинув, например, на него бомбу, а потом следом прилетел еще один игрок, и что он увидит? Разрушенное поселение? И ответ мы получили, правда, не буквально, а косвенно, и только на следующий день. К этому моменту я вернусь чуть позже. Полная физикализация воды. Теперь вода будет реагировать на любые воздействия перипетий внешней среды, будь то человек, идущий по луже, или корабль, пролетающий над водной гладью. При взаимодействии с водой и ее возмущением появляется всплеск и волны, исходящие от источника в зависимости от силы этого источника. Сказать что-то еще тут сложно. Круто, красиво, эффектно. Нужно ли это сейчас? Я считаю, что нет необходимости, ровно так же, как и физика разрушения. Ну да ладно, сделали и фиг с ним. Хотя могли силы, пущенные на это, переложить на другие, более важные аспекты. Кастомизация персонажа теперь более гибкая и удобная. Помимо этого, на битый час рассказывали про то, как они долго и упорно создавали технологию потрясающих шевелюр. Это было начало второго дня и чувствовалось, как зал приуныл. А кто-то даже заснул на этом этапе. Но благо дальше было чуть веселее. Где-то тут же рассказывали про то, как они сделали гибкую одежду. Ничего особенного. Круто, прикольно, красиво. Сделали и ладно, ничего особенного или как-то меняющего геймплей. К слову, у меня, да и у многих зрителей возник вопрос. Как быть, если эти супер реалистичные волосы попадают в глаза во время перестрелки? Надо будет покупать резиночки и ободочки. Потому что в полубое тратить время на функцию очистить визор, который мы имеем уже сейчас, дабы убрать с лица назойливые волосы, не хочется. В случае надевания шлема был вопрос, куда одеваться волосам. Ответ очень прост. Уже существующие сейчас подшлемники. Итак, переходим к самым важным новостям от разработчиков. В конце второго дня нам показали анонс разработки геймплея и строительства своих баз. Разработка этой механики должна начаться в первом квартале 2024 года. Первый вопрос – где и как? Размещение зоны или территории своей базы будет осуществляться при помощи геодезических маяков и специальных дронов в любом месте. Как сказали нам разработчики, сначала будет стадия подготовки базы. Необходимо найти местность, воткнуть в нее маяк, который покажет область строительства, а также то, какими ресурсами вы будете обладать при добыче в этой зоне, и сколько налога придется платить за выбранную территорию, ну и сколько она стоит сейчас. Саму область, ее размеры и прочее будет определять сам игрок. Чем больше зона, тем, соответственно, тяжелее ее будет содержать, после чего необходимо будет рассчитать ресурсы для строительства, все подготовить и потом уже приступать непосредственно к постройке базы. Разработчики сказали, что строительство можно будет организовать в трех разных зонах. Первая зона подразумевает покупку земли под абсолютной защитой планетарного купола. Либо это будет строительство рядом с уже защищенным объектом, либо при отчислении большого налога вам будет предоставлен защитный купол и другие какие-то функции по защите своей базы. В такой зоне вы будете полностью защищены, но при этом вся доходность будет уходить на налоги отчисления по защите. Вторая зона – это средний вариант. Отчисление налогов меньше, но и защита от государства меньше. Вместе с тем и выхлоп по выгоде больше. Как я понял, планетарного купола тут не будет, но при нападении на эту зону ее будут защищать боты от государства. Третья зона является бесправдой. Ее можно воткнуть где угодно и защищать придется своими силами. Но и выхлоп по ресурсам в такой зоне будет значительно больше из-за того, что вы ничего не будете отчислять государству или местному самоуправлению. Этот вариант для системы Пайра и крупных корпораций, когда можно вести круглосуточное дежурство. При демонстрации геймплея строительства нам также показали механику чертежей. Их можно будет найти на просторах вселенной Star Citizen, либо создать самим. И это еще одна отсылка к геймплею сбора, передачи и хранению информации, геймплею исследования и геймплею торговли между игроками. По чертежам можно создать практически все, от пистолетной рукоятки до целых баз. Само же строительство будет осуществляться комплексно. Здание малого или начального размера можно будет строить с небольшой наземной техникой и вручную. Сооружение чуть более крупного размера будет строить специализированная техника, но он с которой также нам показали на выставке. Это некий комплекс на базе платформы Atlas. Далее идут корабли, коих будет несколько, способные построить еще более крупные сооружения и сложные по структуре строения. И тут еще одно подтверждение скорого появления модульности кораблей. Разработчики сказали, что корабль Galaxy, который появится после того, как выйдет Polaris, будет модульным кораблем. И один из его модулей как раз отвечает за строительство баз. И это уже третья отсылка к этой механике. Но и самые крупные строения будут доступны для создания только от корабля Pioneer и ему подобным. Важно пояснить, что Pioneer будет способен построить все, от малого до большого размера, в то время как, например, платформа Atlas только от малого до среднего. Кроме того, строительство будет доступно не только на поверхности небесных тел, но и в космосе. И тут я хотел бы вернуться к вопросу разрушения, о котором мы говорили ранее. Что происходит с тем, когда вы прилетаете на планету, следом за другим человеком, который разрушил сие поселение? Ответ. Оно остается таким до тех пор, пока боты или реальные игроки не отстроили его заново. Если это было поселение построено кем-то, то его будут отстраивать сами люди, если посчитают нужным. Если это поселение будет принадлежать ботам, то мы, вероятно, увидим что-то типа летающих дронов, которые ремонтируют эту базу. Но что же тогда с лутом в таком случае? Он либо исчезнет, если его забрали, либо после какого-то времени он вновь там появится. Как это реализовано в данный момент в игре. Если мы взяли задание, и объект или корабль был уничтожен, например, при баунти-хартинге, то мы просто получим отмену задания. Как-то так. Итак, еще одной важной новостью стал почти готовый инженерный геймплей. На выставке нам продемонстрировали работающую инженерную панель в StarLifter. Она представляет собой ту же карту, о которой я говорил в начале ролика. Это точно та же технология и использует точно такие же принципы работы. Итак, в чем же заключается основная роль инженера на корабле? Что вообще подразумевает инженерный геймплей в Star Citizen и как это все работает? В первую очередь, это более подробная и обширная информация о корабле в руках инженера на его дисплее, чем у пилота или любого другого члена экипажа. Инженер может не только следить за состоянием корабля и его компонентов, давая указания, где и что вышло из строя, но и взаимодействовать с многими функциями. Например, обесточить какой-либо отсек для предотвращения повреждений, запечатать отсек и в целом управлять всеми дверьми и апрелями. Помимо всего прочего, инженер видит, как я уже упоминал, повреждения узлов корабля. Так, на демонстрации нам показали команду из трех человек, которую атаковал Гладиус, выведя из строя квантовый двигатель, а затем и силовую установку. В конечном итоге три человека не смогли починить все узлы корабля и были уничтожены. Про починку узлов. Теперь каждый элемент нужно будет чинить и обслуживать через мультитул. Пока что это выглядит так себе, но в будущем, думаю, подтянут более детальный геймплей. Предохранители. Теперь можно вывести из строя не только компоненты, но и специальные узлы в виде предохранителей, которые также отвечают за определенные функции внутри корабля. Кроме того, инженер будет следить за распределением энергии корабля. Как нам показали на схеме, при необходимости повысить энергию на одном узле, то в другом придется ее забрать. Таким образом, ее всегда будет столько, сколько нужно для базовой функциональности корабля. Но при каких-либо внештатных ситуациях кораблю может потребоваться больше энергии, чем способно выдать энергоустановку. В этом случае инженер может взять энергию в новом модуле, который нам показали на выставке. Батарея. Или аккумулятор. Его запас энергии будет конечным, но на определенное время можно при необходимости дать больше энергии на узел. Тем самым, если ваш корабль атаковал другой корабль, инженер может дать больше энергии на вооружение для обороны или на квантовый двигатель, чтобы быстрее отпрыгнуть от противника. Вариаций очень много. Каждая энергоустановка будет также сильно влиять на выделяемую энергию. Чем больше она выдает энергии, тем сильнее нагревается, а значит, тем сильнее нужно охлаждение. И так по цепочке. Выше класс, значит дороже и меньше нагревается и так далее. Какие-то компоненты типа индустриальных будут выдавать больше мощности, например, на майнинговые лучи, но меньше на вооружение. И так далее. Ко всему прочему, инженер способен предотвращать вторжение на корабль. Он мало того, что увидит открытие дверей, так он может и заблокировать их, закрыв неприятеля в какой-нибудь каюте или коридоре. И даже выкачать воздух. Если те будут без шлемов, то погибнут сразу. А если в шлемах, это будет лишь вопрос времени, ибо кислород в костюме также больше не будет бесконечным. Как некоторые наверняка догадались, таким способом инженер также сможет потушить серьезный пожар, просто выпустив воздух из отсека. И тут мы подходим к еще одной немаловажной механике. Если кто-то не поверил, что летать станет значительно сложнее, то вот вам еще один пункт в эту сторону. Теперь, помимо всех вышеперечисленных нюансов, связанных с инженерным геймплеем, экипаж кораблей может настигать и пожар. Возникнуть он может по разным причинам, от элементарного короткого замыкания до боевых столкновений как внутри корабля, так и снаружи. Потушить его можно и ручным магнитушителем, но если огонь распространяется быстро, то уповать остается только на инженера. В этом разделе разработчики нам рассказали, как реализована эта технология, как распространяется огонь, а также какие визуальные эффекты они используют. Новость, которая я очень ждал. На демонстрации нам показали грузовой лифт, в котором будет приезжать в ангар то, что мы вызвали на панели, включая компоненты корабля, выражение и, конечно же, наземная техника. Ура, товарищи! Теперь нам не придется летать на другие планеты, чтобы вызвать наземку. Это потрясающая новость, и наконец-то они это сделали. Что касается самого груза, то теперь он не будет помещаться в корабль магическим образом, придется все грузить руками. Кроме того, если кому-то показалось, что трактор BIM в виде ручного устройства от Greycat это универсальное решение, то нет. Во-первых, это устройство сможет поднимать лишь небольшие грузы, а во-вторых, его заряд будет ограничен. Именно для этого и будут нужны другие устройства погрузки корабля, такие как вилочный погрузчик, мостовой кран и вот такая вот платформа, которую нам показали на презентации. Как по мне, отличная новость. Игра становится все более сложной и интересной. Отбираемся к кульминации. Одна из самых важных и долгожданных технологий, которую нам наконец показали в действии, это сервер Мешинг. Сейчас он находится на ранней стадии, но прошу заметить, сервер Мешинг работает. Крис сказал, что когда он это увидел, то даже заплакал. На самом деле ничего удивительного. Эта технология не просто еще одна фишка для Star Citizen, а как я говорил в начале ролика, все, кто следил за прямым эфиром и присутствовали на выставке, и остались свидетелями исторического события. Именно эта технология станет предвестником начала новой эры игровой индустрии, как я уже также говорил ранее. Но прежде чем объяснить подробнее, что это такое, хочу остановиться на предыстории этой технологии. Очень многие компании в свое время хотели создать ее, но отказались по ряду причин. Blizzard сказали, что это дорого, и они будут и дальше пользоваться зеркалами, ибо так дешевле, да и нафиг такая технология никому не нужна. Microsoft сказали, что это очень сложно, да и вряд ли получится вообще. Другие производители и вовсе не были заинтересованы. Activision в 2015 году сказали, что эта технология нерентабельна, ибо их игры и так превосходно продаются. Но тут они не соврали. Из года в год подобные компании скарбливают своим клиентам однотипные штампованные продукты типа колды или батлы, и people have it. А следовательно, и рынок игр не развивается, ибо незачем. Люди не требуют чего-то нового, ибо не знают, как может быть. Но давайте перейдем к самой технологии. Итак, что же это такое? Я постараюсь объяснить максимально доходчиво и наглядно, как для моей мамы, например. Сегодня, если создается игровой мир, то, как правило, это происходит на одном компьютере. Такой компьютер называется сервер. Он отличается от тех, что стоят у нас в комнате. Там компьютеры порой занимают целые этажи крупных зданий, но не суть. Так вот, весь игровой мир, загруженный на такой сервер, обрабатывает сам сервер. В случае небольших игр с небольшим количеством внутриигровых объектов проблем никаких нет. Но в случае невероятно огромного мира, как в нашем Star Citizen, с мельчайшими деталями, которые там уже есть, со всеми его технологиями, что уже были тут озвучены, включая физику разрушения объектов, и те, что будут добавлены позже, никакой сервер не выдержит. Он просто не сможет рассчитать в одиночку такой объем данных. Сейчас Star Citizen представляет собой один единый мир в виде огромной звездной системы под названием Стэнтон. Это как наша Солнечная система с восьмью планетами, только в Star Citizen планет не восемь, а четыре. Но и этого достаточно, чтобы сервер работал на износ, вычисляя каждую мелочь, что происходит в загруженном мире на него. Стэнтон на данный момент это один большой сервер. Еще раз поясню. Важно понимать, что за словами сервер стоит хоть и невероятно мощное, но все же физическое железо. Микросхемы, платы, транзисторы и все такое. Просто некоторые думают, что сервера или облачное хранилище, как, например, в Google или Apple, это действительно некое облако в космосе. Нет, это физическая машина, пусть и очень мощная. А значит, эта машина имеет ограничения по вычислительной мощности. А значит, и мир, который на нем можно создать, будет ограничен, в отличие от амбиций людей. Следовательно, чем больше и детализирование мир, тем сложнее всю эту массу данных перерабатывать серверу. А теперь представьте, что на этот сервер, помимо всех объектов, добавить реальных игроков, которые так или иначе с этим миром будут взаимодействовать. В таком случае никакой сервер, пусть он даже трижды самый мощный на земле, не выдержит. Все будет упираться в ограничения в виде мощности железа. И это при условии, что сейчас максимальное количество игроков составляет 100 человек на один сервер. Сейчас у компании CIG есть несколько таких независимых серверов, где на каждом из них в системе Stanton играет по 100 человек. И эти сервера между собой никак не связаны. И условная группа из 100 человек на одном сервере никак не видят и не взаимодействуют с другой, сотней игроков на другом сервере. И вот вам вопрос, как сделать так, чтобы все эти тысячи игроков в разных игровых мирах находились в одном мире, но при этом как-то надо не взорвать сами сервера. Создать ту технологию, от которой отказалась вся игровая индустрия, из-за того, что это дорого, долго и вообще, скорее всего, невозможно. Но CIG сделали это. На выставке старший технический директор онлайн-технологии Паулю Рэндалл продемонстрировал и немного пояснил, как это все работает. Возвращаясь к вопросу, как сделать таким образом, чтобы тысяча, то есть сотни тысяч игроков могли находиться на одном сервере, и при этом само железо не сгорело к чертям собачьим, ответ был очевиден. Разделить весь мир на отдельные сервера. То есть за планету и орбиту вокруг этой планеты отвечал бы один сервер, за поверхность этой планеты другой сервер, за город на этой планете третий и так далее, вплоть до личной комнаты на этой планете. Но в таком случае при нынешних технологиях в игровой индустрии каждый такой переход между серверами сопровождался бы загрузкой, как это сейчас происходит в провальном Starfield. Но Крис сразу сказал, нет, наш мир должен быть бесшовным. Игрок не должен видеть никаких экранов загрузки, никаких переходов. Мы должны из космоса без прерывания игрового процесса садиться на планету и заходить в любое помещение. Для этого были созданы дополнительные сервера, которые занимаются лишь записью и просчетом информации. На них нет текстур, нет каких-то объектов в привычном понимании, проще говоря, нет визуала. Есть только данные в виде положения в пространстве каждого объекта, его свойства, цвет и прочее, тому подобное. То есть эти сервера не занимаются обработкой визуальной составляющей. Они предназначены только для записи огромного количества данных о мире. Их назвали серверами репликации. Они существуют параллельно основному игровому серверу и не видны игрокам. Благодаря им все данные при отключении основных серверов не пропадают, а остаются и даже продолжают записываться. А это значит, что если автоматически создать еще один основной сервер, то все сущности в нем будут находиться там же, где и были до момента отключения. И это простым языком. На демонстрации нам и показали этот момент, когда Пауэль Рэндалл отключил основной сервер, и его товарищ для него просто завис в воздухе. Но при создании нового сервера все вернулось на место, потому что данные, записанные в сервера репликации, были переданы на новый сервер. Это сложно, но это просто невероятно. Это все было сопутствующей задачей для технологии сервера Мешинга. Теперь к основной. Как я объяснил вначале, что требуется Крису для создания этой игры, так это бесшовный единый мир. Если кто осознал предыдущую информацию, уже понял, что сервера репликации способны также передавать информацию на другие сервера, если объект переместился между ними. Я покажу нагляднее. Вот три сервера. На левом сервере стоит один игрок, на правом сервере второй. Между ними есть еще одно помещение, за которое отвечает третий сервер. У левого игрока есть мяч, и он хочет мнуть его своему товарищу, который стоит на другом сервере. При нынешних технологиях игровой индустрии такое сделать невозможно. Но имея серверы репликации, отвечающие за сбор данных о сущностях в обитаемых серверах, мы можем это осуществить. И вот как это происходит. Пиная мяч, основной сервер сообщает серверу репликации о его положении в пространстве, а также по его цвету, весу и прочие данные необходимые для корректной работы и просчета физики для этого объекта. При переходе этого объекта или сущности через границу основного левого и центрального сервера, так как данные синхронизированы с сервером репликации, то средний сервер понимает, что тут теперь должен появиться мяч с таким-то цветом, весом и при такой траектории полета. И вот этот мяч, пролетая насквозь средний сервер, пролетает к стыку между средним и правым сервером. И тут вновь синхронизированный сервер репликации дает данные основному правому серверу об объекте, входящего в его владение. Таким образом, мяч прилетает игроку справа, прямо в лицо, пройдя между серверами благодаря серверам репликации, что и было продемонстрировано на выставке только более сложной формы. Вместо мяча были пули от стрелкового оружия и мягкие игрушки в виде пингвинов. Сущности, такие как сами игроки, точно так же просчитываются этим сервером репликации. Мы видим, как Пауле Рэндалл стреляет в электрокары на другом сервере, и взорвав авто, мягкие игрушки разлетелись и даже взлетели на другой сервер. Это невероятно. Это просто невероятно. Как это точно сделано, никто толком сказать не может, кроме самих разработчиков. Но факт остается фактом. Это работает. Ну и под конец нам рассказали, что благодаря этой технологии можно будет разгрузить сервера. То есть одному серверу больше не нужно будет просчитывать всю систему стента. Теперь можно разделить все на более мелкие области, чтобы каждый сервер отвечал за отдельную область. И при этом, находясь в игре, мы не увидим ни одного экрана загрузки, переходя между этими серверами. Это значит, что теперь Крису и его команде осталось лишь развить и доработать эту технологию, сделав всю вселенную Star Citizen динамической. Где планеты в виде серверов и серверов на этих планетах будут двигаться по своим орбитам, где крупные корабли в виде остальных серверов будут двигаться в других серверах и так далее. Теперь мы уверены, что они смогут это сделать. И это просто невероятно. Потрясающая, сложнейшая работа. Благодаря этой технологии можно создавать миры доселе невиданных размеров с невероятным количеством деталей. Считайте, как настоящий живой мир. Очень многие сомневались или и вовсе говорили, что это невозможно. И вот она, работающая технология. А значит, реализация множества функций и других аспектов, на ней завязанных, не за грами. Одна из них — это новые системы. Помимо самой демонстрации, на мой взгляд, полностью готовые системы по аэро-участникам CitizenCon дали в неё поиграть прямо на выставке. Один из наших людей, который там присутствовал в прямом эфире, смог пройти на этот тестовый стенд с множеством компьютеров, где предоставлялась возможность попробовать пары на вкус, так сказать. Система пара в два раза больше системы стендом. Это касается как её размеров, так и наполнения по точкам интереса. Что могу сказать? Опять же, потрясающе. Больше-то и добавить нечего. Зарушающие речи Криса Робертса в конце второго дня он сказал так. «Я знаю, как вы любите, когда я называю вам даты, которые потом не сбываются». И сказал, что Squadron 42 практически готов. Находится он на финальной стадии полировки, а также, что он выйдет до того, как почти всё, что мы тут увидели за эти два дня появится в Star Citizen. Поздравляю вас, господа. Squadron 42 быть. А ещё не забывать, у меня для вас припасена та самая информация, о которой я говорил в начале. После выставки CitizenCon стало известно, что большую часть разработчиков Squadron 42 уже перевели на работу по Star Citizen. А это означает только одно. Вот-вот релиз игры, которой мы ждали 12 лет. Ну и, пожалуй, главная новость. Разработчики наконец-то дадут нам возможность добавить на наши персонажи бороды. Да, это свершилось. Мы шли к этому больше 12 лет. И вот это свершилось. Лично я очень этой новости рад. Как бы я полетел в Пайра без бороды, не представляю. Ну вот и вся выжимка новостей прошедшего CitizenCon. Лично для меня он стал лучшим из всех. Как говорят мои коллеги, это вообще лучший CitizenCon за всё время. Разработчики продемонстрировали важные нововведения, которые нас ждут. Повторюсь, с их же слов, а именно со слов Криса, большинство всего, что мы увидели на CitizenCon появится в игре в ближайший год. Потрясающая награда для нас, как для ожидающих игр, так и для тех, кто её создаёт. Большое спасибо им за эти новости и за то, что хоть ненадолгое время позволили нам отвлечься от мрачных новостей нынешнего бытия и поверить в проект по-новой. Некоторые темы на выставке я не стал озвучивать, как, например, штурм больших баз, которые принадлежат корпорациям, так называемые распределительные центры. Ибо, на мой взгляд, это всё тот же геймплей штурма бункеров, что у нас есть сейчас, только в более крупном масштабе. Я надеялся, что разработчики покажут нам некие территории, на которые можно будет попасть только наземным транспортом, дабы он стал актуален. Но нет, в демонстрации показали, как простой Cutlass Black спокойно сел в центре этого крупного объекта и потом спокойно улетел с награбленным лутом под огнём ПВО. Мне сказали, что это лишь демонстрация, но даже если так, то нет никакой проблемы скинуть пары бомб с А2 на это ПВО и приземлиться. А вот если бы нас вынудили в этих местах использовать только наземную технику, вот тогда было бы намного круче. Было бы неплохо в этих так называемых распределительных центрах добавить редкие и нужные чертежи для строительства баз и создания определённых вещей. Но об этом разработчики не упоминали. В общем, надо ещё смотреть на эту новость и только потом делать выводы. Пока что я ничего конкретного сказать не могу. Также в самом начале первого дня нам показали обновлённую работу с глобальным освещением. Выглядит потрясающе, но как по мне, это лишь косметика и не более. Туда же я могу отнести всевозможные рассказы про улучшение визуала в игре по типу трассировки лучей, улучшенных теней, динамического освещения, эффекта дыма, новая физика одежды и так далее и тому подобное. Всё это очень круто выглядит, но не так, чтобы этому уделять отдельное внимание. Также разработчики продемонстрировали работу со звуком. Но на этом тоже я останавливаться не буду. Видео и так получилось довольно ёмким. Не забывайте про лайк и подписку, а также советую заглянуть на Boosty и Patreon. Отдельная благодарность за приглашение на прямой эфир каналу Сечислав Рот и переводчикам. С вами был я, Сераная Борода, и обзор прошедшего CitizenCon 2953. Субтитры сделал DimaTorzok